МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Кветки, усмешки, веншавания. На Гомельшине святкують восьмая соковика. Жанчинам по плечу любая справа. Навод такая, что традиционно лечится мужчинской. У картиной галереи Гаурила Вашенке открылась выстава декоративно-прикладной творчести народного майстра России Татьяны Королевой. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Для самых лепших в зале Гомельского громадско-культурного центра собрались женщины, чтобы держать щирое веншавание с надыходящим весенним святом. Навод на дворе в этот день изменило настрой. Из неба нарешті святило солнце. Так же сонечно и радостно было и на мероприемстве. Марина Северянова ведает имены переможцов конкурсу «Жанчина года». У фае Громадско-культурного центра – соправдный кветник. На свято собрались женщины из усіх кутков Гомельщины. Поветро пронизано радостью и хвалюванием. Не так часто женщинам отримливается выделить час для себе. Але гэтый чаруну вечер докладна только их. И мужчины спешаются повеншаваць не тольки присутных дам, але и у всех женщин с прыгожим весенним святом. Женщины работают абсолютно на разных должностях. И они работают в очень разных сферах. И уже даже нельзя назвать той профессией, где женщина бы не проявила свои умения. Это дорогого стоит. Вы являетесь замечательным примером. И хочется, чтобы на самом деле у вас была всегда минутка на вас, на вашу семью и на ваше личное счастье. Поэтому с праздником, с 8 марта, и пусть этот день всегда будет для вас ярким и солнечным. Амаль 150 даму – дельницу конкурса «Женщина года», який прошел в семи номинациях. Сиротых, поспеховый керавник, материнская слава, господиня села, сердце отдаю людям. Конкурс «Женщина года» объединяет женщин разных поколений и женщин разной трудовой деятельности. Но самое главное, он объединяет женщин, которые неравнодушны к своей стране, к своей семье и к своим людям. Поэтому я говорю слова благодарности руководству Гомельского облсполкома и всем-всем женщинам, которые свое время, свое внимание уделяют не только семье, не только работе, но и общественной работе. Пускай у каждой семьи царит любовь и уют. Наверное, в любой номинации, в которой сегодня женщина представлена, нужно искренне любить то дело, которое ты делаешь. Любить, уважать людей, которые с тобой работают. Ну и делать все дела на благо своей страны. Урочистый початок свята. Шаронная живая музыка, а на великом экране – неверогодные пригожости жанучшие в образы. Затем на сцену выходят у дельницы конкурса «Зуся горы Ейона». Привитальное слово и виншование для их учат от старшины гомельского облаконкама Геннадия Соловья. Мы поранее будем здесь снять высокородные учинки для цветовных дам. Будем дарить вам кветки. Назавжды застанется надежным плечом, на якого можно обопертися и за якого можно сховаться. И со святом вас, уважаемый. Затем, хвалюющую вызначение переможца у номинации «Поспеховый кировник» перемога досталась редактору газеты «Маяк по лесу» Галине Шаученко. В номинации «Материнская слава» перемогла мать и выховальница отдела адукации Ельского района Татьяна Сенгаевская, такая выховывая десятерых детей. Переможца у номинации «Жанутша доблесть» медсестра Хонецкой районной больницы Марина Тарасовец. За активную грамадянскую позицию узнагорожена директор Мазырского лицея Инна Лагун. Статус господиня села у наместника директора филиалу агрофирма имя Лебедева, предприемства «Гомельэнерго» Олеси Крывицкой. У номинации «Сердце отдаю людям» лепшей стала холоную раджу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлёва. Я в своем ежедневном труде, конечно же, учитывая то, где я работаю. Постоянное общение с пациентами, с их родственниками, с коллегами. Конечно, частичку себя отдаешь каждому этому человеку, с кем встречаешься по жизни. Переможцей у номинации «Духовность и культура» стала директор картинной галереи Гаурыла Вашенки Людмила Шамбалёва. Просто любить свою работу, любить то дело, которым ты занимаешься. И самый главный мой девиз – дарить радость и искусство людям. Як докладно означу в своем звороте до женщин Геннадь Соловей, вельми хочется, чтобы родные женщины были здоровыми, их думки светлыми, а жизнь наполненная радостными подеями. Рына Севериянова, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель». Женщинам саправды по плечи любая справа. Она вот такая, что традиционно лечится мужчинской. Профессия стропольщика-будовника – за их лику. Хоть працевница 300 номер 14 Виктория Разумванова с этой думкой не погажается. Чому? Доведались наши корреспонденты. Профессию стропольщика Виктория Разумванова почала освоювать у 2000-м годе. Кажа, так склалися життёвые обставины. Хоть обзробленным тогда выборы не шкадует. Праца нелёгкая и у ничем навыд небеспечная. Але есть у неё нечто такое, что приносит соправдное задовольнение. Навыд, коли на улице дождь, а в черзе на разгрузку – некальки машин. Повышенная влажность, ветер, продувает, не расстегнуться, ничего. Даже мороз не так страшен, как сырая погода, когда повышенная влажность. Работаем, бывало и в дожде, и в ливне разгружали машины, когда срочно стоит вереница машин. Разгружали, плащи одеваем и работаем. Пошли, потом переоделись чистенько. Вогули, в 14-м будущем тресте, есть подразделения, где просусь выключены женщины – маляры, тенковщики. Мужчины в этих профессиях саправды – великая редкость. Стропольщик – справа совсем иншая. Тем более, что працовать приходится и в ночную измену, и вахтовым методам. Мужчины, зразумело, могут допомогти, але сподеваться на их постоянную поддержку все ж таки не треба. Уреште у них есть свои обовязки. Иншая справа, что сказать дякую тем женщинам, кто працует побольше, и они никогда не позабудутся. Особливо восьмого саковика. Более культурные, более ответственные, да, более аккуратные. Ну, потому что женщины, прежде всего, хранительницы очага. Вот она уже априори, скажем так, природой дано, что они должны беречься, сдавать комфорт и уют. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У регионе шмат соправдных героинь, працавитых, инициативных, творчих. Их досягнение и поспехи становятся темой артыкулов и сюжетов. Наши корреспонденты познайомились с Алленой Волковой, працавницей Коммунального сельско-господаршего предприемства Суткова. И она одиная на Гомельщине женщина, якая працует на персональном тракторе. А про то, ей належит рекорд по протяглости работы механизаторам. По дробязности далее в сюжете. За рулем трактора «Беларусь» была и россиянка, отшивая себе вельми комфортно. У Хойницкий район она переехала каля 30-ти годов тому. Ранее працавала водителем машины, а леу в Беларуси ей пропоновали пересесть на трактор. Кажет, что за 28 годов работы Николя об своим выборам не пошкодовала. Я раньше на машине работала, а сюда вот мы переехали. Мы же с Россией переехали, вот считайте, 30 лет уже почти. А директор тут был, он говорит, Лена, у нас водители зимой вообще без работы. А ты, ну, еди на трактор, у тебя всю жизнь будет постоянно работа. Так вот я и осталась, и осталась, и у нее работа до сих пор. Этот трактор у ЕЕЕ пятый полику, але первый персональный. Алена Волкова отримала его четыре годы тому подчас областных дожинок. Машина и зараз, як новая. Подчас приезду нашей сдымочной группы у Судкова проверяли техничный стан тракторов, а тому все механизаторы знаходилися на мехдворы. Покули работы не вельми шмат, але худка весна и нагрузка значно повеличатся. Алена Волкова спочатку будет допомагать вязковцам упасаться бульбы, а потом працавать на палетках. Кажа, любую работу выкана и якосна. Керауниство господарки об этом ведая. А тому водгуйки об женщине-тракторысте только станучие. Она исполнительная на любой работе. При какой-то поломке устраняя быстро и четко быстро выезжая на поставленную задачу ей. Особенно работы делая, сено просуя, солому просуя. Любые работы, которые мы ставим, Елена Викторовна, я вам скажу, что молодец. За время работы никто не скажет, что какое-то замечание ей дать. Сегодня Алена Волкова – одиная на Гомельщине жанчина-тракторыст. Причим по профессийным мастерствам ничем не соступая коллегам-мужчинам, а часто працюя навод лепш за их. Я ще одна риса Алены Волковой – ставлення до техники. Трактор повинен не только прихожа выглядать, але и завсюду працаваць докладна, як швейцарский годинник. Я люблю, чтобы она все-все работала, и она была в отличном виде. Потому что она же кормилец. Если не будет работы, значит, ты будешь без работы. Я люблю свою работу. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Десятого саковика у региона стартует акция «За здоровый лад життя». Об этом поведомила старшиня Гомельской областной организации громадского объединения «Белорусский союз жанчин» подчас промога эфиру на радуе «Гомель плюс». «Белорусский союз жанчин» принимает самый активный удел у разностайных мероприемствах, як сумесных с кировництвом в области, так и особных. Организация заусюду взнимает широк питания и главное «здоровье жанчины». Чому и присвечена акция, якая стартует десятого саковика. Первый город, который наведают активистки – «Ветка». Все желающие смогут принять удел в медицинском доследовании. Его проведут такие установы, як областный скоронный венерологический диспансер, онкологический диспансер и Гомельский медицинский университет. Далее акцию проведут в Корме и Лоеве. Таким чином организаторы акции жадают показать, что ни одна жанчина не забыта и каждая мае право на здоровье. А кроме того, областном союзе жанчин рыхтуются до акции «Я, мы памятаем». Запланованы аутопробеги, подчас яких жанчины будут наведывать помники. Сегодня, в Международный женский день, мне хочется особенно поздравить всех наших женщин с праздником, пожелать им крепкого здоровья. И мы, как Белорусский союз женщин, который больше всего заинтересован в том, чтобы женщина в нашей республике была счастливая, была уверенная в себе, мы хотим нашим женщинам предоставить право быть везде первыми. Потому что женщины, они и мамы, они и руководители, они и трудящиеся. Начиная дома с утра, с кухни и заканчивая своей работой, они всегда в строю. И поэтому, я думаю, что только благодаря женщинам наш мир станет прекраснее, а Республика Беларусь лучше. Редактор субтитров А.Семкин до речи, эта труба находилась в аварийном стане. Кроме того, и сама вытворчесть, до которой она относилась, была снесена шмот годов тому. Как демонтировать трубу, пришлось заденять специалистов Центра взрывотехничной службы Республиканского отрада специального призначения ЗУБР и работников Светлогорского районного отдела по надзвучайных ситуациях. Демонтаж такого объекта справа складанная и отказная. Для взрыва трубы с початку были проведены подрыхтовшие работы. Работы были проведены в течение двух дней. Первый день мы ее подготавливали, вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. И в дальнейшем при сроке зарядов произвели обрушение взрыва. Еще до початку работ наши корреспонденты записали интервью с керавництвом предприемства Светлогорск-Химволокно. Это территория завода искусственного волокна ОАО Светлогорск-Химволокно. Еще в советские времена основной продукцией завода искусственного волокна это была вискоза, в процессе производства которой использовалось большое количество сероуглерода. И это здание, скажем так, и эта труба, оно использовалось для того, чтобы очищать непосредственно выбросы от большого объема, скажем так, этих вредных веществ. На сегодня, значит, уже более 30 лет производство этого у нас закрыто. Специалисты поведомили, что взрыв трубы значительно тонейшим я разбор. А кроме того, разбирать трубу довелось им вельми долго, не меньше, как два месяца. В ближайшие годы свободная зараз территория будет выкористовываться для реализации инвестпроектов. Это предугледжено программой перспективного развития предприемства «Светлогорск Химволокно». Марина Северьянова, Максим Саин, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке редакции «Светлогорские новины». Креатив от студентов. В Гомельской областной библиотеце имя Ленина отбылась презентация авторских проектов наушенцах Белдута по реконструкции читальные залы. Две установы супрацовничают протягивый час. Разом удельничают у разностаенных акциях. Зараз вырешено подключить студентов до реконструкции агульной залы библиотеки, якой селета сполняется 60 годов. Неколе гэтае место было вельми популярным. Зараз читачи усе частей выбирают маленькие помешканья. На переддні юбилейной даты было принято решение удыхнуть новое жито у залу. Студенты Белдута подрихтовали шесть проектов. Працовать над еми можно было самостойно альбо у складе группы. Презентация проходила перед выкладчиками и супрацовниками Ленинки. Перед тем, как начать делать какие-то планы, дизайн, мы переговорили с начальством библиотеки, узнали, чего они хотят. И мы поняли, что они хотят максимально сохранить аутентичность этого помещения вместе с этими архитектурными элементами. Мы придерживались этой идеи. То есть мы ничего не убирали, мы все сохранили, только дополняли. К сожалению, наш большой читальный зал уже на протяжении последних ряда лет он пустует. Здесь единицы. А зал рассчитан на 200 мест изначально. Поэтому очень хотелось вернуть жизнь в это общественное публичное пространство, именно жизнь молодежную. Поэтому обратились к тем, для кого это, собственно говоря, и нужно. К студентам архитектурного факультета. Проекты, уже предварительно посмотрев, вижу, что они достаточно затратные, требуют капитальных вложений, но тем не менее, если есть проект, то я думаю, что и деньги найдутся. Место концентрации соправдных талентов в Мазырске Центр творчества детей и молодей переживает новый этап своей истории. Некольки месяцев тому в установе завершился капитальный ремонт. Одновленное помешкание и новое сучасное обсталевание дозволили наставникам и их учням с подвоенной энергией приступить до занятков. Дмитрий Котов Протягням. Терпеть пришлось а не с дарма. После завершения модернизации Центр творчества детей и молодей было не познать. У новых, больше комфортных умовах наставникам и их вушням стало працовать значно сручней. Поскольку это здание только недавно открылось и у нас не было возможности рисовать именно в таких условиях за мольбертами в изостудии это у нас как бы сейчас вот такое начало можно сказать такой деятельности. В основном мы работали на базе 16-й школы за партами и занятия у нас проходили в виде урока. Естественно здесь совершенно другой уже формат. Мазырский Центр творчества детей и молодей соправданная скарбница талентов. Навутшенцы отточивают свои навыки не шкодуют ши часу и сил бо сюды приходят самые метанакированные. У Центра займаются больше за 2000 детей и снуя коля 130 объединений по интересах. Самые популярные выявленные мастерства журналистика хореография вокал. В Центр творчества Мазырский мы ходим уже на протяжении года. Занимаемся музыкой развиваемся в плане группы в плане выступлений на больших сценах нашего города. Также хотим выступать на сценах и других городов чтобы завоевывать сердца наших зрителей. Вообще Мазырский Центр творчества предоставил нам огромную возможность развиваться в плане музыки, в плане самого творчества и в плане наших концертов. Новоселье назначили не только у будинку по улице Ленинской. В 2019 году Центр творчества был выделен еще один по улице Саета. Тут так само отбылся капитальный ремонт. Даже с появлением новых помешканий открылись и новые горизонты. Стала пополняться колькость объединений по интересах. И это только из новых направлений очень востребованным является модельная школа, которая у нас появилась, а также военно-патриотическое направление. И в будущем уже когда созданы условия, когда есть помещение, когда есть аудитория, когда есть необходимое оборудование, мы конечно же мечтаем привлекать современных педагогов уже с интересными видами творчества, которых еще нигде нет. В Мазырском центре творчества добро ведут, как раскрыть таленты своих наученцев. Подтверждение этому перемоги на шмат лихих творческих споборництвах у тем лику международного узровня. Нема сомнения, что при высоким творческом потенциале и створенных умовах для занятков юные мазырани и далее будут покарать новые вершины, уславляющие свой родный регион. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра. У картины галереи Гаурила Вашенки открылась выстава декоративно-прикладной творчести народного майстра России Татьяны Королевой. Проект «Збиралася манечка» до венца объединив четыре колекции текстильных лялек. Первая разповедает про весельный обрат вёски камень Стародубского района Бранской области. Это спроба реконструкции ритуалу при допомозе лялек молодого, молодой, их батьков и свояков. Остатние три коллекции это авторские реплики на ляльки из музейных сборов. Жаночные и мужчинские образы, которые так также могли быть персонажами весельного действия. До речи, назву проекту да уродок с песней, которая выконвалася на веселье у вёсцы камень Стародубского района Бранской области. Сейчас да, есть интерес к традиции и таким образом вот когда всё унифицировано уже захотелось выделиться. Один из способов выделиться это именно местные старинные традиции, которые были различные, очень яркие, интересные. Это сейчас используется активно. Я когда только услышала и увидела в группе, что будет выставка с таким названием такой мастерицы, у меня уже началась настоящая весна, пускай она на улице ещё не совсем настоящая. Творшие интересы народного майстра России Татьяны Королёвой доследование традиционного жаночего святочного костюма Бранской земли, а так само вылучение ласкутного шицца. Она постоянную дельник российских и международных выстав. Творы майстрыхи находятся у приватных коллекциях в США, Италии, Германии, Дании, Швеции. Гэты и иншая новинная на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomil.by Мы широ веншуем усіх женщин, а наш выпуск нагытым завершенем. Усяго доброго и до встречи у эфира.